привет друзья на связи роман душкин научно-просветительском канале душкин объяснит и сегодня я объясняю функциональное программирование у нас очень прикольная тема я расскажу вам про классы типов погнали так это я вот тут уже немножко подготовил доску и собственно давайте изучим что же такое классы типов в языке хаски классы типов это примерно то же самое что интерфейсы в ваших эзотерических языках программирования примерно примерно то же самое давайте посмотрим как определяются классы типов мы используем ключевое слово класс после которого заглавной буквы идет идентификатор класс именно заглавной буквы помним что в хаскеле строчные заглавные буквы различаются и идентификаторы должны начинаться со строчной или заглавной буквы в зависимости от того что мы определяем функции и образцы мы пишем с маленькой буквы со строчной буквы а идентификаторы типов и классов мы пишем с большой буквы еще модулей типы классы и модули пишется с большой буквы ну соответственно переменные типов они пишутся с маленькой буквы обычно это просто одна буква вот как в этом случае буква а это переменная тип то есть таким образом вот это в декларации читается классик который как бы которому принадлежит тип а вот это переменная типа то есть это типовые переменные до типовые а это идентификатор да иди класс класс эк для всех типов а состоит из следующих деклараций классе эк две функции или два метода это у нас методы декларации типов метод как видите тут у нас имеет тип вот этот кстати можно было бы записать в одну строку вот таким вот образом , имеет тип из а в а в бул то есть вот эти две декларации типов обозначают что в классе эк существует имеется два метода это инфиксная операция равно сравнение и инфикс операция не равно и обе эти операции имеют тип они принимают два значения типа а и по каким бы он ни был это может быть функциональный тип это может быть атомарный тип любой другой два значения этого типа принимают вот первое вот второе а возвращают значение типа bull bull то есть вот это определение типа bull которая сейчас записала но определено вот так вот что bull это либо true либо false соответственно у нас в любом типе который является классом эквивалентности то есть с математической точки зрения вот это декларация класса определяет класс эквивалентности то есть а те значения которые можно сравнивать друг с другом на равенство равны они или неравны для того чтобы вот как раз это делать сравнивать нужно определить два метода равно и не равно для сравнения да и потом их можно использовать в конструкциях типа if if x равно 1 до вот такой конструкции и пикс равно 1 в н что не такое else что не другое вот вот эта штуковина вот это вот равенство это как раз вот это вот декларация и вот эти вот две два образца которые здесь написано вот время вот этот образец вот это атомами значение должны быть входить в тип который ходит в класс эквивалентность которые вы здесь определен но фишка в том что мы можем определить либо одну либо один из этих метод методов либо другой мы можем определить либо вот такой метад либо такой не можем определить оба можем определить оба но вот эта декларация класса позволяет определить один из них почему потому что вот здесь вот мы предоставляем минимальные декларации потому что два значения равны если выполняется вот это вот логическое условие то есть не не равны друг другу вот это вот у нас как бы не равны и они не не равны и два значения не равны если они не равны понятно не равны не равны то есть чистая математическая логика абсолютная чистая математическая логика вот это очень крутая концепция языке хаскель мы можем создавать вот такие классы которые описывают различные математические структуры классы эквивалентности классы порядка предпорядка и прочие подобные классы под подобные математические структуры на языке в нотации которая очень приближена к математической нотации то есть еще раз повторюсь хаскель это очень крутой язык математики вот и собственно в стандартном модуле прелюд про который я постоянно говорю этот модуль включается всегда по умолчанию в любой проект на языке хаскель уже определено огромное количество класс том числе вот этот класс эквивалентности на примере которого я показал как определяются классы типов языке хасrev я здесь небольшую диаграмму уже принес собственно вот этот класс эквивалентности с у него определено два метода равно и неравно и как видите здесь у стрелками показано наследование это не совсем то наследования которое в объектно ориентированного программирования но сейчас я вам покажу что такое давайте рассмотрим класс port port это класс упорядоченных величин упорядоченных величин то есть величин которые можно сравнивать друг другу какой больше какой меньше и как видите здесь как раз определены определенные методы вот кстати какая запятая это неправильно вот такая то видимо когда кто-то печатал ошибся shift не нажал потому что знак меньше как раз находится shift запятая вот здесь определены операции сравнения меньше меньше либо равно больше либо равно больше и как определен класс эквивалент класс упорядоченных величин записан это так класс вот здесь написан так ок а орды а в и потом пошло вот этот компр имеет тип а в некий тип ордеринг неважно что такое это просто перечисления алгебраический тип данных перечисления потом идут вот идет вот такое определение вот все эти операции имеют тип из а в а в булл и потом идут две операции мин и макс которые имеют тип из а в а в а ну потому что мин и макс берут два значения возвращают одно из них которые которые минимальные максимально соответственно вот и дальше идет количество некоторое довольно значительное количество выражений этих методов этих операций друг через друга ну потому что все вот эти например операции можно выразить через compare потом например меньше либо равно можно выразить через меньше и равно ну например да x меньше либо равно y это что это x меньше y или x равно y вот здесь вы задаетесь вопросом а откуда взялось вот это здесь же такой нет она взялась вот отсюда вот это ограничение говорит о том что типовая переменная а должна быть типом который входит в класс эквивалентности а а в нем вот в этом классе эквивалентность да у нас есть операция сравнения вот такие две и наличие вот этого ограничения да вот этой вот этого наследование как бы гарантирует что для переменных x и y которые являются переменами типа а имеется определена функция сравнения крутейший концепция согласитесь да собственно так определены определенное огромное количество классов давайте расскажу значит класс шоу это значение которые могут быть выведены в виде строки на экран класс ну это нумераторы то есть числа обычные числа ординальные числа 123 вот в классном входят любые числа которые есть в хаскеле класс x это значение которые могут быть индексами в массивах в ну короче то что индексирует класс риу это значение а похожий на действительные числа класс фракшнл это значение которое похоже на числа которые на рациональный число рационально то есть один делить на другой очень важный класс м это и нумераторы то есть значение которое можно перечислять перечислять от какого-то значения до другого вот все числа они являются и нумераторами потому что их можно запускать качестве индексов в циклах в итеративных процессах то есть вот и нумераторы это то что можно пересчитывать в генераторах списков с отец что такое генератор списков сейчас будет здесь и так далее вот все вот эти вот еще классы которые здесь написаны это класса связано с различными числами принципе погружаться в это не нужно вот эту точку интегра это просто разные типы чисел класс red это примерно то же самое что и шоу если шоу это вывод на экран то red это чтение со клавиатуры чтение строки ну шоу это вывод строку потом можно вывести на экран нужно файл записать что угодно а red это чтение значений строки то есть у нас есть строка ее можно преобразовать какое-то значение класс bounded это некой некое ограниченное множество у него есть минимальным информación зачинии и как вы видите класс bound от пришел вот такой вот цепочки наследую то есть вот вот это вот цепочка наследования класса баун любое значение которое ограничена должно быть классом должно ходить класс эквивалентности и должно быть число должно быть число которое рациональное и с плавающей точкой в общем вот пост только после этого можно определить класс баунт и есть группа классов которые очень такие страшные это функтор монада и монот плюс эти классы определены в теории категории это самые такие пугающие классы для новичков да и для тех кто в хаскере довольно давно и мы их рассмотрим отдельно когда-нибудь в рамках вот этих вот видео шпаргалок поэтому на канал подписывайтесь я буду очень детально рассматривать что такое функторы что такое монады и монады плюс собственно вот как то так и так и так классы типов в языке хаскель это очень крутая концепция которая позволяет создавать некие операции которые называются методами классов и их автоматически создавать для разных значений разных типов например числа там строки или какой-то вы создадите специальный алгебраических тип тип данных вот сейчас здесь будет ссылка на видео про а т.д. алгебраические типы данных и вы делаете его собственно включать его в класс ну а как включать некий тип в определенный класс для этого используются экземпляры классов и об этом мы узнаем следующий раз подписывайтесь на канал сейчас ставьте лайк с вами был роман душкин до новых встреч пока